так ну и мы переходим к последнему блоку к разуму да виктор тихонов известный советский тренер по хоккею ничего это не будет работать да то есть не 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 люди не души не скелет да не не мышцы если не будет центральной системы управления который это все настраивает такие больше такие стратегические моменты до формула мотивации компании мы сейчас поговорим главные функции разума обязанности руководителя очень важный аспект кстати мало кто может так вот если задать вопрос если здесь кто-то есть из руководителей даже да вот если я задам вопрос а какие обязанности руководителя мало кто ответит значит формула мотивации компании она она вот знаете она такая что это осознанность плюс стратегия плюс структура но я ее сформулировал так очень понятно да то есть какая миссия у компании да то есть какой вы хотите видеть компанию это осознанность это вспоминаем простые вопросы стратегия это как мы будем достигать это в планах да то есть мы планируем эти этапы как мы достигаем того как мы какую компанию мы видим да а структура это как мы двигаемся в рамках этой стратегии да как какими какими инструментами как мы это все настраиваем такая ступенька ступеньки мне очень нравится то формулировка она очень простая потому что очень сложно понять вообще миссию компании или там миссию себя да то есть вот можете применять к себе потому что очень мне кажется очень понятно я надеюсь всем понятно это миссия это конечно там можно упростить совсем да то есть упростить и сказать что мир во всем мире условно да эта миссия там она тиражируема я сейчас хочу вам донести другую мысль что чем четче чем более позиционированно вы сможете сформулировать свою миссию да вот вам я вначале начал свое выступление со своей миссии по моему очень понятно сформулированная конкретная миссия да если бы я сформулировал миссия там более тиражируемую какой-то да как бы как вот как вы думаете было бы вам интересно дальше слушать ну то есть действуя шаблонами шаблонами да то есть то же самое когда мы делаем интерьеры многие дизайнеры сегодня копируют копипаст копипаст да какие-то шаблонные решения его миссия ничем не отличается от миссии другого дизайнера да то есть знаете почему потому что он не думал об этом потому что его миссия она очень плоская условно да то есть моя задача сделать красивый интерьер чем эта миссия уникальна чем ты чем ты отличаешься от других сотен тысяч дизайнеров поэтому моя задача вам донести что нужно позиционировать себя понимать как вы можете позиционировать себя да то есть выстраивать стратегию да это очень это очень важно да то есть и это вопросы над которыми нужно постоянно ну то есть искать ответы а чем я отличаюсь а как я могу отличаться и так далее да то есть многим кому-то может быть повезло он уже по природе чем-то отличается да то есть имеет какую-то уникальность и ему что-то дается легче но зато но другие аспекты даются тяжелее главные функции власти такие сухие формулировки формирование парадигм это функция власти то есть формирование базовых правил внедрения контроль исполняет не исполняет мягко с улыбкой исполняй да то есть так далее эта функция власти инсталляция правил внедрения этих правил до контроль как и говорил обеспечение соблюдение то же самое правило награждение наказания обязательно да то есть самое главное ругаем лично награждаем публично ни в коем случае очень часто замечаю этот косяк даже у наших руководителей до могут позволить себе или за мной такой грешок бывает эмоции да то есть что мы можем прилюдно кого-то там ну там обратить внимание на какую-то там ошибку или там недоделку и так далее ни в коем случае да то есть если если это какой-то серьезный промах вызываем и общаемся только лично то же самое с детьми на самом деле ни в коем случае в составе семьи при всех не ругать кого-то да там но если это папа там сын пошли поговорили в сторонку там остальных и так далее вот и как сдержаться от эмоций да то есть ругаем лично награждаем публично как не ругать публично да то есть очень простое правило очень простой такой совет досчитайте до 3 прежде чем отвечать и сами почувствуете разную разницу как меняется ваш ответ каскадная реакция адреналин 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 но тем не менее да то есть если ты хотя бы знаешь об этом что есть такое есть такое как бы правило досчитать до 3 да ты об этом вспомнишь и дальше будет твой выбор будешь ли ты считать до 3 или нет после выборди нет выбор делаешь ты на самом деле да то есть ты делаешь выбор все равно в этот момент мы же все-таки не животные да на самом деле полностью инстинктивно действовать а так коррекция настроек понятно корректирую очень часто тоже большая ошибка что на дело пришел руководитель до супермен внедрил кучу правил а дальше типа сел такой ну и все исполняйте да то есть постоянная регулярная работа контроль коррекции настроек что работает что не работает почему не работает постоянный контроль на всякий случай для всех скопировал знаете что мне очень понравилось принципы менеджмента которые лежат в основе стандарта iso 9001 это то почему наши компании многие компании не имеют этого стандарта стандарта качество в системе менеджмента обратите внимание какие тут критерии удовлетворенность потребителей процессный подход системный подход к управлению постоянное улучшение роль руководства вовлечение персонала метод принятия решения основанный на фактах взаимовыгодные отношения с поставщиками ну и так я вернула за понимаете почему большинство российских компаний да не может обладать и не обладает этим стандартным качество iso 9001 и мы часто удивляемся почему мы чувствую за херня да вот это 2001 какой-то там iso 9001 посмотреть что это значит да что вы понимали что это международный стандарт да то есть это говорит о том что это пошла компания которая выпала выпускает этот продукт вот там вот выполняется вот эти аспекты насколько там построена система управления насколько ну осознанный бизнес это назовем это так и понятно насколько это тяжело внедрить вообще в принципе понимаете да то есть если привязать это все натянуть на нашу действительность опять же основная задача и миссия собственников понимать это все да и дальше выбор собственников да как будет развиваться компания его да по какому пути пойдет можно пойти поплыть по течению но это шаг скорее всего в бездну а можно осознанно как бы понимать где твои слабые стороны где сильные работать над слабыми развивать сильные укреплять основные обязанности руководителя это вот для вас до слайдик в области оперативного управления то есть это то с чем мы работаем каждый день это можете сфотографировать это очень важно постановка задачи вспоминаем принципы работы с задачами организация выполнения да то есть настроить команду подобрать людей по команде да то есть понять что у них все есть для выполнения распределения обязанностей да то есть четко распределить роли в команде обеспечение в том числе свою роль за обеспечение взаимодействия более-менее понятно формирование позитивного отношения к работе тоже функция оперативного управления выстраивания межличностных взаимоотношений куда без этого да потому что вспоминаем слайд про отношения про треугольник чем лучше отношения тем больше результат ну и анализ результатов да то есть обязательно всегда ретроспектива почему 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 со мной очень часто бывает что есть какой-то косяк если я не запишу его возник кейс если я его не записываю да что этот кейс нужно разобрать да я потом забываем про него потому что оперативка заполняется другими задачами другими вопросами и я не провожу таким образом систему настройки систему настройки да то есть качество это очень важно поэтому вашем случае если вы не ну там не управляете подчиняетесь это наверно не критично если хотите управлять качественно да то обязательно всегда она фиксируйте где произошел косяк в системе координат до для себя там ну это может быть журнальчик какой-то или там заметки чтобы обязательно этот кейс разобрать и лучше разобрать там ну в ближайший период до сад кейс но это в случае там если что-то какой-то косяк там косяк дизайнера или косяк чертежника или косяк подрядчика то есть это все нужно разбирать желательно быстро в момент косяка они так а ну ладно потом вспомним потом вернемся аудит эффективность процессов понятно и тут несколько слайдов как это устроено в битриксе у нас в компании галерка наверное не видит в данном случае это вот это вот месиво да да это нет это не crm это обычный календарь это календарь по группам проектом проектов и тут видно когда встречи с клиентами у компании когда по каким проектам встречи каждая встреча можно прикрепить события в виде там протокола встречи и так далее то есть это функция управления который называется визуализация хаос да то есть когда мы house визуализируем мы контролируем процессы это устаревшая херня диаграмма ганта можно про нее забыть потому что на самом деле диаграмма ганта это линейный график да то есть календарный выполнение проектов на своей практике я убедился прочитав книгу с азерланда про скрам управление проектами почему это сегодня так модно я окончательно понял почему у меня осознал почему у меня не получалось управлять вот по себе поди по по ганту да то есть ну не знаю там кто вы знаете к диаграмма ганта где вот так вот диаграмма ганта никогда не работает она нет ни одной диаграммы ганта в мире которая вот и при старте на сто процентов да вот сделали диаграмму ганта спланировали сетевой этот график до чтобы он в итоге по завершению проекта но все сошлось один к одному хотя бы на 90 процентов ну на 99 точно нету на 90 может быть есть но это таких наверно адских усилий требовалось поэтому грубо говоря на сегодняшний день если говорить про локальные проекты небольшие да то есть не какие-то там такие а про локальные в нашей сфере это применимо это лучше применять практику скрам управление проектами ну вот выглядит скрам примерно так то есть значит вот здесь вот это все прямоугольнички это задачи да то есть и видно вот тут точки для галерки до точки это видно кто постановщик и кто принял ну кому ставится задачу вот эти штучки это этапы на каком этапе сейчас находится та или иная задача по какому-то по одному проекту это в битриксе но это новые задачи это задачи которую нужно делать ближайшие две недели это задачи которые выполняются и приняты сотрудникам к исполнению это задачи которые подвисли это задачи которые сделаны это задачи которые приняты очень очень наглядная очень наглядная картинка по которой табло по которой видно все это не мой слабо я мать мэпом пользуюсь самим по себе да гантом не пользуюсь не пользуюсь этого это проще ну по этому это мнение да это не факт потому что это как с кошками это уже детализация внутри задачи в галерке не видно просто здесь показано то что одна задача имеет там кучу чек-листов да ну там и грубо говоря вот на сегодняшний день я делаю так что отдельный чек-лист то есть слона нужно резать по кусочкам основной принцип да то есть если есть одна большая задача одна большая задача ее нужно разделять на маленькие вот чем чем гант плох да то есть там там не видно вот это какой-то динамики работы с мелкими задачами самое главное запомнить правило простое это что любую задачу нужно ну резать на маленькие кусочки тогда они более управляемые почему вот вся теория скрам о чем она о том что суть работать мелкими задачами тогда они на поверхности очень быстро в динамике видно кто тормозит ну и подведем давайте итоги дизайн это вообще в принципе хороший бизнес самом деле да то есть если ты знаешь как им управлять и вообще любой бизнес он хороший когда ты знаешь как им управлять самые главные тезисы осознанность во всем что ты делаешь да то есть вспоминаем контрольные вопросы функциональная структура компании это каркас до без натренированных принципов мышц да то есть этот каркас бесполезен чтобы творчество приносило пользу им надо управлять ну и эти вот миссия управления я ее вывел когда готовил эту презентацию примерно зимой в этом году был во вьетнаме у меня был месяц примерно да так чтобы так философию прокачать вот итог все все вот это вот организма до каркас и так далее я выявила такой вот миссию управления да у меня очень много связано видеть с миссии да что мы очень часто плывем по течению а миссия нас направляет все-таки это миссия управления это предотвращение хаоса через халтуры агрессия обман слабость до через осознанное развитие контроль гармоничной системы из людей функции принципов очень такое на первый взгляд сложная формулировка но присутствует вот вся тема она она собрала вот эта формулировка собрала всю всю вот эту вот кучу информации в одно простое предложение